Красиво идут. В таких пеших прогулках девятикратный чемпион России по спортивной ходьбе Дмитрий Кузнецов проводит минимум три дня в неделю и не только на стадионе. Запросто преодолевает 10 километров в сторону Москвы и обратно. Так что очередное золото на лично командном чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов спорта для Дмитрия и его ученицы Людмилы Сорокиной стало результатом упорной работы. Не помешали даже 35 градусов жары. В жаркую погоду там немножко другие скорости. Результат был ниже чем мы планировали, но здесь не главный результат. Здесь главная была победа. Мы выполнили свою задачу. Мы выступали с Людмилой Сорокиной. Она шла дистанцию 5 километров. Я выступал на десятке. Она выиграла. Молодец. Мне тоже удалось победить. Дмитрий Кузнецов пришел в легкую атлетику еще в четвертом классе. Признается, думал, раз легкое, значит будет легко. Оказалось, совсем наоборот, как и любой спорт, спортивная ходьба для выносливых и сильных духом. Ей Дмитрий не изменяет вот уже более 40 лет. Окончил школу Олимпийского резерва в Москве. Стал мастером спорта Советского Союза на дистанциях 20 и 50 километров. Собрал я свои спортивные дневники. Подсчитал объем за эти годы. Сейчас у меня третий виток вокруг земли. В последние годы Дмитрий Кузнецов преподает. Старается передать свой опыт в одном из самых редких и сложных в плане техники направлений легкой атлетики. Ходить быстро со скоростью это к 10 километров в час и не бежать очень непросто. Передняя нога выносится вперед под определенным углом. В отличие от бега ни в коем случае нельзя оторвать обе ноги от земли одновременно. За это на соревнованиях моментальная дисквалификация. В то же время ходьба значительно более доступный, чем бег вид спорта. Нет такой нагрузки на суставы. Можно спокойно заниматься на пересеченной местности. При этом эффекта тренировок налицо. За год подтянутся мышцы и пресса, и рук, и ног, отмечает Людмила Сорокина. Спустя год занятий она одержала победу на всероссийских соревнованиях на дистанции в 5 километров. Хоть по большому счету и не ставила такой задачи. Занималась просто для себя и для здоровья. Увидела на стадионе Дмитрия, который не шел, а летел. И решила, наверное, что стоит попробовать. Во-первых, как любой вид спорта, это отдыхаешь. То есть мозг отдыхает, голова отдыхает, отключаешься. Спокойствие. Как для женщины, естественно, для меня важна и физическая форма, и спортивная форма, естественно, как я выгляжу. Поэтому здесь работают все группы мышц. Руки, спина, пресс, ноги. Ну, в общем, идеальный вид спорта для того, чтобы не травмируя себя, не травмируя суставы, поддерживать себя вот в такой вот форме. Сейчас в группе под руководством Дмитрия Кузнецова занимаются 6 человек. Однако на перспективу спортсмен рассчитывает продолжить популяризацию спортивной ходьбы в Щелковском районе и среди подрастающего поколения. Спорт, он сам по себе, он характер человека вырабатывает. Плюс здесь еще длительная выносливость вырабатывается. Ну, а в плане соревнований у щелковских фанатов спортивной ходьбы также большие цели. Рассчитывают при первой же возможности выйти на соревнования международного уровня и уже там показать, что красиво и быстро идти – это настоящее искусство. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково»